Инструктор по альпинизму Александр Сумцов на соревнования в Харьков приехал из города Сумы. Спортсмен занимается скалолазанием почти 20 лет. Поднимался на семитысячник, покорял горные системы Крыма, Кавказа, Тяньшань, Памир и мечтает взойти на Эверест. Вид спорта очень закаляет, формирует характер, дисциплину. Поэтому и благодаря этому спорту я знаю, что многие люди, которые сформировался этому спорту характер, они в жизни чего-то добиваются. Это действительно так. Кубок имени Игоря Свергуна проходит уже в третий раз. Четыре года назад харьковские альпинисты и еще 10 участников международной экспедиции были расстреляны пакистанскими боевиками у горы Нанга-Парбат. В память о погибших и проводят соревнования. В этом году на скалодроме приготовили четыре трассы, имитирующие реальный рельеф при восхождении. Есть трасса, связанная со льдом, имитация восхождения по ледовому маршруту. Есть трасса, связанная со скалолазанием, то есть имитация по скальному маршруту. Также есть веревочный этап – это прохождение перил вертикальных. И есть трасса, с помощью альпинистской техники надо пройти достаточно сложный маршрут. При квалификации применяются верхняя и нижняя страховки. В финал попадают только восемь команд, в каждой по два человека. Комбинацию из всех четырех трасс скалолаза проходит в связке, страхуя друг друга уже непосредственно на стене. За призовой фонд в 50 тысяч гривен боролись больше двух десятков команд из Харькова, Киева, Днепра, Одессы, Львова. Промежуточное звено между скалолазанием и альпинизмом, которое по своей сути тоже интересно, оно учит логически думать, логически развиваться. И в принципе это такая теорема, которую ты должен прорабатывать и уметь ей пользоваться. И поэтому в этом плане техника по альпинизму – это так называемые малые горы. Спортсмены такие соревнования называют хорошей подготовкой к сезону восхождения. А уже в ближайшие выходные на Харьковском скалодроме пройдет чемпионат Украины по промышленному альпинизму. Надежда Тофан, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».